Святейший Патриарх Московский в Сеаруси Кирилл посетил и архиерейское подворье, православный духовно-просветительский центр столицы Республики Мариел. Тему продолжит Эльвира Гордеева. По обычаю, с караваем хлеба и цветами ожидали приезда Святейшего Владыки воспитанники и сотрудники православного центра Республики Мариел. Переменчивая погода и начинающийся проливной дождь все планы нарушил, и встречу решили перенести в помещение центра. В актовом зале Святейший Патриарх Кирилл приветствовал педагогов, сотрудников и подопечных центра. Особые слова адресуя сестрам милосердия, сестричества в честь святой преподобно-мученицы Великой Княгини Елисаветы. И то, что у нас сегодня развивается корпус сестер милосердия, тех, кто помогает страждущим людям, работает в больницах, фосписах, приятной помощью занимается, является очень важным, как монашествующие спасают с уединением, молитвой, постом, отречением от мира. Так вы, оставаясь в мире, своими добрыми делами спасаетесь. Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил благотворительный реабилитационный мини-центр «Добрые зернышки» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я очень рад вас всех видеть. И замечательно, что здесь все это существует. Трехэтажный, прекрасно оборудованный православный центр был построен в столице республики в 2010 году благодаря тесному соработничеству епархиального управления и правительства Мариэл на месте старого одноэтажного здания бывшего детского сада. Беседуя с родителями, его святейшество призвал их не отчаиваться и в борьбе с недугами своих чад уповать на волю Всевышнего, приведя в пример историю с мальчиком, получившего сильнейшую дозу радиации в Чернобыле, которого усыновил священник русского прихода в Дюссельдорфе. Выносит ребенка всего скрюченного. Где-то годика два, ему, наверное, три. Чтобы за счет социальной системы Германии его вылечить, его нужно усыновить. Он усыновил этого ребенка, да? Сделали 32 операции, мальчик университет кончил. Конечно, он не богатырь, но он встал на ноги, он встал, сейчас он работает. Поэтому Господь проводит нас иногда через такие испытания. Но эти испытания нужны, может быть, и для всех нас. В завершении посещения Духовно-просветительского центра святейший владыка совершил молитву в домовом храме святой преподобно-мученице Великой княгини Лисоветы и подарил храму образ казанской иконы Божьей Матери. Продолжение следует...